Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, особенно в этот период, о том, что у нас не все в порядке с поступлением в ВУЗ. До сих пор критика на централизованное тестирование, до сих пор критикуют новую какую-то там методику, вы изобрели по подсчету этих баллов, хотя главное не баллы, а знания. Все должны понимать и родители, в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам ты их не считай, они все равно поступят в ВУЗ. Если знаний нет, никакие баллы не помогут, но тем не менее. Скажу вам откровенно, что я в последнее время, послушав многих родителей, да и у меня хватает учеников в моей большой семье, учеников хватает, и я этим интересуюсь. Я уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в ВУЗ. Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатом, с преподавателем ВУЗов там или же других учебных заведений, которые призваны принимать экзамен. Я искренне много раз говорил, если бы мне пришлось вот так сдавать тестирование, как сейчас, ну вряд ли у меня был бы, мягко говоря, результат лучше, чем собеседуя с преподавателем, чем тот экзамен, та форма, которая была у нас тогда, в советские времена. Но в течение обучения в ВУЗе, я из сельской школы был, много таких, мы догоняли всех городских, мы упорно работали и трудились. И на выпуске я с отличием сдавал экзамены все, и со мной не могли горожане конкурировать, как со многими такими же ребятами, которые с армии пришли и так далее. И я чувствую вот здесь какая-то недоработка, но я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться, потому что к этому надо внимательно относиться, потому что ведь поступают лучшие дети из лучших семей. В подавляющем большинстве, я не боюсь это сказать, там, где родители всю школу 11 лет беспокоили, чтобы ребенок поступил в ВУЗ, они всячески поддерживали его. Я это вижу на себе, анализируя и работу в неплохой школе, сопоставляя уровень учащихся. Поэтому мы можем вот при поступлении в ВУЗы обидеть вот эту основную часть семей, которые несут основную нагрузку в обществе, являются очень влиятельными людьми и определяют атмосферу нашего общества и сейчас, и в будущем. Поэтому меня очень настораживает то, что происходит сегодня в системе образования при поступлении детишек в ВУЗы. Еще раз подчеркиваю, я не принимаю сейчас никаких решений, потому что у меня недостаточно информации. Поэтому в сентябре-октябре мы должны вернуться к вопросам образования серьезно. И на этом совещании мы должны прежде всего заслушать ваше видение, отчет Министерства образования и других, кто занимается образованием, о том, какая ситуация складывается. А в школах, Б в ВУЗах, учебники, организация систем образования, первичного и ВУЗовского финансирования. В общем, все-все вопросы мы должны на уровне президента рассмотреть на совещании. И желательно, если необходимо, принять решение, вплоть до централизованного тестирования, как совершенствовать это централизованное тестирование. И как сделать спустя уже десятилетия, можно сказать, как ЦТ работает, сделать так, чтобы вот этот период был оптимальным. Но знания сейчас у нас уже хватает. Мы знаем, как было тогда, мы знаем, как при централизованном тестировании, мы знаем недостатки. Ну, не надо их замалчивать, надо принимать решения. Поэтому мы на все, на все вопросы образования, ну, может, в декабре, может, в ноябре, я не знаю, как мы будем готовы к этому. Надо это снизу начинать разговор. Мы соберем у президента людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобра. Какую-то часть на совещание пригласите вы, но большая часть будет приглашена по другой форме, чтобы, ну, шла дискуссия. Должна быть альтернатива, должна быть дискуссия. Для того, чтобы были разные точки зрения, мы их должны сопоставить и принять соответствующее решение. Это не должна быть для галочки показушное какое-то совещание. Может быть, лучше его провести после парламентских выборов, чтобы нас снова не обвинили в том, что вот под парламентские какие-то выборы мы проводим вот это очень важное совещание, которое определит вообще лицо нашего общества в будущем. Продолжение следует... Продолжение следует...